Запись пошла. Друзья, мы с вами в таком уголочке находимся, где в самом тихом месте у меня растут персики. Пока поставим, чтобы руки трясутся, и пока я должен, наверное, вот тут вот сесть, сейчас, вот так, по крайней мере, неподвижно вот аппарат стоит, и поговорить. О чем? Очень важный разговор будет. Среди нас есть люди, вдруг тот человек, которым я сейчас общаюсь виртуально, и за тысячи километров вдруг он реинкарнация Мичурина. Все может быть. Все равно где-то душа Мичурина в ком-то живет, и тот, в ком он живет, наверняка, садовод. Вот с одним из таких сейчас мы будем общаться. Видно, нет? Сейчас, посмотрите. Это чисто экспромт. Экспромт. Так. Вот сап. Так. Вот его телефон. Ага, смотрите. Значит. Допустим, я... А, в общем, так. Начнем, наверное, издалека. Минут 10-20 придется поговорить. Сейчас вы видите, очень удачный пример, если видите. Вот это вот. Надеюсь, что видно в камере. Вот это персик. Вот он. Причем на нем цветы. Видите, не видите? По крайней мере, живые сейчас. Я не говорю, что их не убьет заморозок. Сегодня у нас четверг, четвертое мая. Вот. Только сейчас были минусовые температуры. Валил снег. Ну, оттаяло быстро. Снега было мало. Вот. И тогда получается следующее. Если не убьет, значит, получается, что и персик, и слива кладоносят у меня на одном дереве. По двое. Вот это слива. Это китайка красно-синяя. Замечательный сорт. Вот. Его кушать можно. И прекрасно, мои суки, по двое. И видите, персик у меня в Сибири не вымерзает. Еще показать. Вот еще одна ветка персика. Ой, наклонюсь. Если наклонюсь. Сейчас я боюсь этот самый фотоаппарат трогать. Кое-как настроил, чтобы что-то видно было. Сейчас пять часов вечера. Сейчас утих ветер. Тихо. Я закончил прививки. Потом, может быть, покажу несколько свежих прививок. Даже, может, чего-то поучу. А пока так. Значит, прям было. Человек хочет, чтобы я для него скрестил персик и сливу. Получил. Я не говорю, что окончательный результат. Но получил гибриды в виде, значит, так тут я не понял. Черенков или котчик. Но это даже не принципиально. Я от человека отбивался. Он мне говорит, что я обязательно заплачу. Вот. Еще это я без восторга. Потому что я, это, если бы он мне заплатил, то лет через тридцать. А мне нет тридцать лет. Потому что, чтобы результат получить. Вот. Тогда он мне начал конкретно говорить. Берете кисточку. Переносите, значит, пальцу с этого самого. Со сливы на персик. С персика на сливу. Вот. Результат в виде косточек. Присылайте мне, я оплачиваю. Значит, я пытался от этой работы отговориться вначале по-хорошему. То есть, я хотел убедить его, что это же межвидовые прививки. А пусть и внутривидовые. Все. Какое-то научное учреждение ставит задачу. Ну, какой-нибудь отчаянный садовод, любитель, профессионал. Ставит задачу взять и получить новый сорт. Ну, два солиднейших источника. В одном утверждается, тысячу плодносящих деревьев вырастить. Одной будет новым сортом. Заметьте, внутривидовое. А второй источник еще солидней. Дежит полная тысяча надо вырастить. Ну, а потом получить. Вот на одном дереве действительно новый сорт. Он привлекает, допустим, сладость, укропность у плодов. Еще и не замерзает, что удивительно. Но это еще не факт. С него берутся почему-то не черенки. Вот почему я считаю, что наука в тупик зашла. Почему-то не черенки, а берутся опять же косточки и опять высевают. А это еще лет 5, 8, 10 лет. Еще одно поколение. А потом еще. В общем, тупик полный. Я пытаюсь человека убедить, что это не это самое. Как говорил этот, которого Шурик. Помните, в кинокомедии этого порол? Каким-то этим веником. Вот так. Шурик, это не наш метод. Так вот я так же говорю. Ребята, это не наш метод. Значит, внутривидовая вот такие страшные цифры. Вот и бесконечная работа. Причем я не вижу никаких результатов последних годов. По крайней мере, на что внимание обратить, что нам дало все это бесконечное скрещивание. Второй момент в следующем заключается. Человека я убедить не смог. Опять вот, например, он пишет следующее. Допустим, я получил гибрид персика со сливой. Почему он вымерзает, если персик не в круглой, а слива тем более? Видите, в чем дело? Где-то я очаровал людей, в том числе вот его, да? Каким образом? Вот здесь вот у меня тепловая подушка. Со всех сторон все защищено. Чуть позже походим. И до чего мы дошли? И персики живы. Еще живы. Так. Сказать, что они себя прекрасно чувствуют, я не могу. Видно или нет в камере? Вот это страшно, моя забоина. Я пытался взять серенок, все-таки надо продлять рот. Видите? Вот. А даже в средней полосе при температуре с минус 40-45 в этом году во многих районах было. И вот он мертвый. Я человеку объясняю. Косточки будут гены и персика. И сливы. Ему же надо, чтобы была морозостойка сливы и вкус персика. Иначе зачем? Ну так же, согласись, приятель. Вот. Морозостойка сливы и вкус персика. А потом с него взять эту самую косточку. И опять получится, в какую сторону пойдет? Папа или мама? Пойдет мама, замерзнет. Пойдет папа, не замерзнет, но будет невкусно. То есть в сливу превратится. Тогда надо будет закреплять прививками. Правильно? Вот. Ну у вас-то получается косточки. А косточки надо растить, ну, лет пять до плодоношения. Допустим, вы готовы это сделать. Потом на что вы привьете. И опять получится, что если вы привьете на морозостойке подвой, меняться на счет свойства привоя. Ну и наконец, после того, как я все это рассказал, еще такой момент. Значит, все такое нравственное чувство. Итак, есть такое понятие, это его использует кастрация. Вот именно то, что вы сказали, уважаемые коллеги, это и есть кастрация. То есть не просто кисточкой помазал, и эти самые тычинки пыльца попадет именно туда, куда вы хотели, на соседнее дерево, на пестик. Да? Вот. Не просто так. Все равно у него шансы неполноценные. Значит, что надо делать? Надо брать пинцет и кастрировать само дерево. И вот это слово кастрировать, я специально его произношу. Нет, мне это научное слово. Кастрировать. Для меня это то же самое, что я ненавижу эти слова. Кастрировать собак, кастрировать котов, кастрировать деревья. Вот это против мы. А иначе смысла нет. Вы мне говорите, ну вот ты, Константинович, не кастрируй. Ты только помашь этим самым. Ну, я тебе говорил, какие цифры страшные? Один из тысяч, один из двух с половиной. Это внутривидовое. А здесь-то не внутривидное, здесь межвидовое. Говорит, давайте тогда так. Что говорил, уважаемый, не говорил, а делал Мичурин? Сближение, менторам, как? Вот не хочет опыляться. И почему? Вот смотрите. Вот вам слива, вот персик. А персик поводносил сам по себе, слива сама по себе. Никакого гавиджации не случилось. Смысла нет. Ему нечего. Незачем ему родную пыльцу берет, а чужую, зачем она ему нужна? Вот соседние деревья. Соседние пчелы приносят. Да и генетически это практически невозможно. Вот тогда есть специальная работа. Но, извините, я не подписывался. Это как Мичурин несколько поколений, несколько прививок. Год за годом, поколение за поколение. Надо сделать так, чтобы, если вот сегодня она не принимает слива, этот самый, гены персика, а мы берем, значит, вживили черенок персика, ну пусть погиб, но это слива чуть-чуть, внутри гены изменения произошли, второе поколение, третье, все по Мичурину. Насыщение менторами. Вот однажды персик возьмет и опылит сливу, или слива опылит персик. Это просто взаимно. Ну, этого в начале пути еще, все, что я рассказал. Да, но это после Мичурина, это стало нормальным явлением в науке. А мы-то зачем мы должны этим заниматься? Я не согласен. Вот. Дравственное начало имеет огромную роль, чтобы я калечил дерево. Я тут калечил ради того, что надо продлять их рот с помощью прививок, и у меня все деревья изувечены. Это и есть такое дело. Вот. Вот оно. Куда ты денешься? Куда ты денешься? Куда ты денешься? Куда ты денешься? Куда ты денешься?